Хм... Лимонад со вкусом варбкамня... Ммм... Ну, что самое плохое что может произойти, верно? Ваш здоровье. Я знал, знал что не нужно было жрать тот варбкамень. Все это увлечение скавинами не доводит до доброго, господи, боже мой! Ну, с такой стороны, грех терять такую возможность. Начинаем серию скавинских анбоксов, народ! Ну и открывать наш хит-парад маленьких безумных крысуков в их пластмассовом коробочном обличии будет, естественно, тот набор, которых вам нужно купить хренову гору, чтобы вообще получить право называть себя скавинским варвардом. Клановые крысы! О, да, да! Наконец-то пришло время анбоксить скавинов-скавинов! И я думаю, особо символичен тот факт, что мы начинаем нашу серию скавинских анбоксингов именно с набора клановых крыс. В конце концов, если ты, парень, серьезно будешь собирать крысолюдов, на эти литники тебе придется смотреть, ох, как часто! Ну, блин, как с эгэшниками. Если собираешь имперскую гвардию, готовься закупаться инфантри-сквадами. Ну, а если собираешь скейвентайт, как они сейчас модно называются в АОСе, запасайся, запасайся коробками клановых крыс. Ну, хватит болтологии, перейдем к литникам. В каждой коробке клановых крыс нас ждет два таких вот маленьких литничка. Две рамочки с моделями. Ну, начнем, думаем, с этой. В принципе, все представленное на этом литнике можно разделить на две, ну, слэш-три категории. А именно, тушки, оружие и кое-какой обвес. Ну, начнем, пожалуй, с тушек. Ну, на каждом литнике по 10 тел безумных хвостатых маньячил. Как вы можете видеть, они, в принципе, уже собраны. Все, что требуется от нас, ну, сейчас посмотрим с другой стороны, это присобачить одну руку с оружием. Ну, еще, возможно, вот ко второй руке, которая уже у тушки, можно присобачить щит. Ну, это если вы хотите закачать скайвинов таким образом. А почему бы, собственно, и нет. Ну, в целом, учитывая, что клановых крыс нам придется собирать ой, как много, я думаю, упрощенный процесс сборки в данном случае даже плюс. Просто приделал одну руку с оружием, возможно, щиток, какой-нибудь обвес, ну, украшательство ради, и, пожалуйста, клановая крыса готова. Приклеивай к подставке. От себя также добавлю, что тушки, в принципе, между собой различаются достаточно сильно. Не, ну, в своей основе-то это все еще безумная скайвина, однако у кого-то немножечко другой шлем, у кого-то трепье другое, у кого-то есть панцирь с шипами, вот, например, у него, у кого-то есть панцирь без шипов, кто-то вообще голый идет в бой, по-моему, на другом литнике мы потом посмотрим на голого скайвина, ну, полуголого, на бедренной повязке. То есть, в целом, скульпторы реально заморочились, и даже для отряда, состоящего из дешевых моделей, которые как скопом выставляются на стол, так скопом с него и убираются, обеспечили большую вариативность телу, что прикольно, как бы. Игэшники, завидуйте. Ну, помимо тушечек, чего? Вооружение, естественно. Огромная гора ручного оружия. Давайте-ка я переверну, так, наверное, удобнее будет. Да, ну, копья, копья. Это один из вариантов закачки скайвинов. Такой вот колокольчик. Это, видимо, для музыканта отряда, да. Шикарный колокольчик с символикой скайвинов. Прелесть, прелесть. И, собственно, ручное оружие. Это второй тип закачки отряда. Ну, вы уже, наверное, видели, как я истекал слюной по поводу качества проработки этого набора. Ну, послушайте еще немного. Вот обычное ручное оружие для самой базовой трубсы. Но оно все разное. Кинжалы, булавы. Вот особенно вот эта вот прикольная булава. Посмотрите со скавинской руны на конце. Это просто офигенно. Дубинки, кастеты, ножи такие, ножи сякие, цепь, еще дубина, месеницкий, мать его, тесак. Ребята, о такой детализации многие другие наборы базовой трубсы могут только мечтать. Ну, вот еще немножечко копий и тряпка. Ну, то бишь, штандарт. Хотя в случае со скавинами это именно тряпка. Чего уж там. Какое-то дряное полотнище на ручке от швабры. Еще на тряпку можно присобачить вот такую вот красивую икону рогатой крысы. Ну, на навершие. И еще здесь есть некоторое количество щитов, чтобы выдать нашим ребятам во вторую руку. У них сейф, чтобы был пятый, а не шестой. По-моему, в ОСЕ это так сейчас работает. Да, еще вот такая вот прикольная штука. Я долго пытался понять, что это такое, а потом до меня дошло. Это командная нашлепка. Это типа, назначаясь сержанта отряда, ты ему на башку, вот ему на шлеме куда-нибудь, например, вот сюда, вот этому парку, например, если мы захотим его сделать сержантом, мы приделываем такую нашлепку. И он становится обладателем гордого звания сержанта отряда клановых крыс. Так себе звание, если честно. Так себе честь, но тем не менее. То есть, как бы, отдельной тушки под сержанта здесь нет. Сержанта отряда нужно выделять именно с помощью этой командной нашлепки. Ну, или не выделять. Как вам угодно. Ну, давайте на второй литничек посмотрим. Там, в принципе, плюс-минус то же самое, однако, ну, надо же еще немножечко слюнями поистекать. Так, ну, нас встречают копья. Копья, 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 копья. И, в принципе, вот, скавинские копья, они достаточно короткие. Ну, да, это палка с привязанной к ней гвоздем. Ну, никакой сложности. Это не копья, например, тех же люминетов. И я думаю, что, в принципе, если вы будете закачивать ваших скавинов вручное оружие, но захотите еще сильнее разнообразить внешний вид их вооружения, то вы, в принципе, можете немножечко подрезать древко, вот тут вот, например, и вполне сойдет за такой импровизированный нож, пыряло, копье. О, голые скавины! Да-да-да, я же обещал вам голых клановых крыс. Ну, вообще, эти ребятки явно скульпторами задумывались как рабы, потому что в ФБ из этого набора клановых крыс собирались как именно клановые крысы, так и рабы. Еще более дешевый отряд скавинской пехоты. Однако, в АОС рабы не переехали. Но скульпты остались. Что еще лучше сказывается на вариативности внешнего вида клановых крыс в вашей армии? Что просто офигенно. Такие вот ушки, тоже шульголые. Давай-давай, наводись, шейтан-машина. Да, вполне себе. Нет, этот в штанах, да, этот в штанах. Этот такой просто кулак сжал, такой... Убить всех человека, твари! Ошейник. Ошейник? Да, ошейник для раба. Вот, и щиты. Щиты, причем, в ассортименте. И тоже с рунами рогатой крысы. Что само по себе прикольно, прикольно. Вот, еще копья. Ну, копья не такие интересные, как ручное оружие, потому что, ну, при всем уважении, ну, что-то тут особо навыпендриваешься. Даже у скавинов здесь все достаточно банально. Вот, и еще щиты. Но в этот раз уже треугольные. Потому что скавины вообще, в принципе, любят треугольную форму. Вон, благо, руна рогатой крысы, матреугольник отлично ложится. Сейчас я наведу на этот щит. Давай, шейтенмашенька. Во, во, во. Щиток просто. Шикардос. Вот, еще тушки, еще копья, и вот в целом как-то и так. То есть, ну, два достаточно простых литника из набора базовой трубцы. Однако, сделано, честно вам скажу, с душой. Тут и сами тушки вариативные, и оружие очень интересное. И, да, если честно, мне очень понравился вот этот вот оригинальный способ обозначения сержанта, что просто вот тебе командная нашлепка. Ты теперь сержант. Радуйся, радуйся. Ну, и еще в коробке, естественно, идет инструкция, однако, ну, на этой стадии уже даже нет смысла ее показывать. И подставки 25 миллиметров. Слава богу, никому в ГВ не хватило ума переводить клановых крыс на 32 миллиметра, а то это был бы просто атас. Вот такой вот красивый набор. Кажется, обычная базовая трубца, однако, дизайнеры подошли к отображению клановых крыс с достаточной долей фантазии. То есть, и оружие разнообразное, и тушки между собой все-таки, ну, плюс-минус различаются. Одним словом, приятно, приятно. Не коробка кодианских гвардейцев, это точно. Ну, а теперь, по традиции, немножечко быкца. Клановые крысы это рабочие крысятки всей Скавинской империи, стоящие всего лишь на одну ступеньку от самого дна в иерархии хвостатых безумных маньячил. Ниже клановых крыс в иерархии Скавинского сообщества стоят только рабы, которым поручаются самые-самые тяжелые и неприятные задачи, которыми все более вышестоящие Скавины в голодный год да вполне не проще перекусить. Что касается клановых крыс, то это такая самая базовая пехота Скавинских кланов. У меня язык не поворачивается называть их воинским сословием, потому что у Скавинов нету системы подготовки регулярных частей из вот этих вот масс Скавинских клановых крыс, которые вот только на один шажочек отстоят от рабов. Тут фишка лежит в основе самой сути Скавинского общества, что у Скавинов все всегда работает только на войну. И Скавинский пролетариат, вот эти вот голодные, отбитые, лишенные, вообще каких-либо базовых средств производства массы, ну, то бишь клановые крысы, могут достичь хоть какого-то успеха, хоть как-то побороться за существование, только за счет войны. Поэтому все клановые крысы без исключения это войны. Однако, как я уже сказал, централизованной системы подготовки клановых крыс ни у одного Скавинского клана, конечно же, нет. А зачем? Клановых крыс миллионы, миллиарды. Скавинские мамки еще столько же нарожают уже к следующей полной луне. Нет никакого смысла вкладываться в их подготовку, в их снаряжение, пытаться обучать их азамтактике. Зачем? Когда можно просто выпустить эту орущую, пушистую, вечно голодную массу на поле боя в качестве, ну, по сути, пушечного мяса. Как бы, кинь достаточное количество коровьих лепешек в стену и стена неизменно обрушится. И именно по такому принципу работает вообще вся скавинская военная машина. Среднестатистическая клановая крыса идет в бой, облачившись в то, что нашла, и вооружившись в то, что сняла с трупа менее удачливого соплеменника. Это в какой-то степени отражается разнородностью опций вооружения на литниках. Все, чем можно выбивать дуры из противников, здесь подойдет. Дубинки, цепь, ножи, заточки, да даже длинные скавинские когти. Главное выжить. Выжить и желательно потом поесть. А еще можно, если очень сильно повезет, полутать какое-то снаряжение как с убитых противников, так и с убитых более богатых соплеменников. И за счет этого еще на ступенечку подняться в иерархии. Да, в конце концов каждый же скавин спит и видит, как он подсидит своего непосредственного начальника. Ведь в конце концов каждая крыса до единой мнит себя мессией, избранной аватарой рогатой крысы. Хотя на самом деле это совсем не так. Ну, в принципе, я думаю, ни у кого после такой экспозиции не возникает сомнений, что подразделение клановых крыс в честном сражении один на один не выстоят против большинства солдат других фракций. Ну, то есть, как бы, один на один клановая крыса может убить гоблина. Не знаю, вот максимум, максимум. Такую же недисциплинированную, такую же вечно тварюгу. В остальном и людские солдаты, и тем более солдаты эльфов, не говоря уже о чемпионах хаоса, могут крыс просто десятками разбрасывать за счет того, что они сыты, за счет того, что они хорошо подготовлены, и за счет того, что они сражаются в хорошем снаряжении. Однако клановых крыс никто никогда не видел десятками. Эти хвостатики выходят на поле боя сотнями тысяч, и под этой массой визжащих, орущих и тыкающих острыми предметами пушистых тел сгорают империи. Потому что, да, скавинов много. Скавинов очень много. И в смертных мирах нет такого места, где ты бы не находился дальше, чем на дистанции броска копья от хотя бы одного крысолюда. Ну вот как-то так, ребятишки. А теперь я с вами попрощаюсь, потому что мне нужно собирать вот этих вот клановых крыс. И вот этих клановых крыс, и вот этих клановых крыс, и вот этих клановых крыс. Ну я думаю, вы поняли. До новых встреч! Серия скавинских анбоксов только началась. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok